2000 рублей на переправу и 2000 на автотранспорт. Это не расценки на горящие туры в Китай. Столько ежедневно необходимо отдать, чтобы с острова Попова попасть на материковую часть краевого центра. Владивосток, 21 век. Полторы тысячи людей в заложниках ситуации. Юрий Дронкин всю жизнь живет на Попово. Этой весной он стал заложником на своем же острове. Каждую неделю инвалид второй группы ездит в город за лекарствами. И добраться до Владивостока стало практически невозможно. Я не могу выехать в это время, которое мне талончик назначен. И вот так я уже тот месяц не получил талон. И этот, не знаю, вот послезавтра смогу я уехать или не смогу. А моя инсулин – это моя жизнь. На Попов ходит всего один паром. И неделю назад он сломался. На острове есть новое оборудование по всем правилам причал, но мор-вокзал не отвечает, когда восстановят сообщение. Скажите, когда будет катер на Попово? Ну, сегодня не будет. По поводу дальнейшей информации, пока нет у меня информации. Ну, а когда будет информация? Не знаю, я вам когда буду. Это если надо по поводу завтра, то только звоните завтра уже. Ну, народ здесь собрался, не может уехать. Надо как-то решать вопрос. Ну, я понимаю, я что могу сделать. Вот скажите, пожалуйста, вот вы мне звоните. Что я могу вам сделать? Попово – это Владивосток. Территориально он относится к Первомайскому району. Жители звонят в городскую администрацию, но внятного ответа на простой вопрос – когда пришлете паром? Там никто дать не может. На минувшей неделе и в понедельник были отменены несколько рейсов на остров Попово и в обратном направлении. Причиной этого стала поломка теплохода «Москва». 19 апреля у него вышел из строя двигатель. Сегодня Москва находится в ремонте. А в город ездить приходится. Островитяне работают и учатся на материке. И теперь дорога во Владивосток выглядит так. Боржа берет на борт 8 человек или 4 автомобиля. Транспорт вообще не предусматривает пассажироперевозки. Судно идет в бухту «Боярин». От причала до асфальта по грунтовой дороге 20 километров. И преодолевает их каждый как может. Были случаи, когда люди ходили пешком. С учетом такси дорога с Попово во Владивосток и обратно обходится в 4 тысячи рублей. Не наездишься. У нас ученики в школе, у нас дети малые, у нас садик есть при школе. Всем надо выезжать в город, в больницу, на прием куда-либо. И пенсионеров достаточно много. И вот в течение недели никто выбраться никуда не может. Это ж не дело. На нас просто-напросто наплевали прямым текстом. Самое страшное. На остров не могут приехать медики. Вызвать врача с материка невозможно. Ситуация угрожает жизни людей. Полторы тысячи человек неделю, как заложники в собственном доме. И только сегодня городские чиновники сказали. На замену Москвы, после оформления необходимых документов, перевозчик общества с ограниченной ответственностью Томира предоставил другой теплоход, Лотос. На сегодняшний день все рейсы на остров Попово и с острова во Владивосток осуществляются по расписанию. Жители Попово на слово уже не верят. Пойдет паром Костровитянам или нет, смотрите сегодня в вечернем выпуске «Панорамы» в 20.00. Наталья Смоленинова, Нелли Булатова, Платон Волков, Панорама.